Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. После 90 дней войны на Ближнем Востоке в Израиле возник неожиданный кризис, связанный с перепалками между министрами израильского правительства от ультраправых партий и партии премьер-министра Бениамина Нетаняху Ниликут и руководством израильской армии. Начальник штаба Цахалу генерал Херци Халеви подвергся уничижительной критике со стороны этих министров за начало предварительного расследования относительно того, что же послужило причиной неудач Израиля в первые часы после нападения Хамас на еврейское государство 7 октября. Министры формально были недовольны тем, что одним из участников расследования стал генерал Шауль Мафаз, один из самых известных в прошлом израильских военных, которому ультраправые вменяют в вину ликвидацию израильских поселений в секторе Газа еще в 2005 году. Но многие считают, что подлинная причина такой критики начальника штаба Цахала связана с тем, что министры опасаются предварительного расследования как факта, который повлияет на их собственную репутацию. Продемонстрирует их собственную причастность к ошибкам, которые и привели к нападению Хамаса, к гибели мирных жителей и появлению в секторе Газа израильских заложников. За руководителя штаба Хамаса уже вступились и министр военного кабинета Бенни Ганс, который присоединился к правительству после 7 октября, и министр обороны Израиля Явгалат. Оба генерала призвали своих коллег, некоторые из которых вообще никогда не служили в израильской армии, к тому, чтобы с уважением относиться к военным и не устраивать обструкцию начальника штаба армии обороны Израиля в тот момент, когда сама армия продолжает активные военные действия на территории сектора Газа. Но показательным является тот факт, что премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху не вступился за начальника штаба Цахала во время заседания правительства, а лишь наблюдал за происходящим. Более того, среди наиболее активных критиков руководителя штаба армии обороны Израиля была и министр транспорта Мэри Регеп, который считается ближайшей соратникой Бениамин Нетаньяху и, как правило, всегда согласовывает свои политические поступки с главой правительства. После заседания Кабинета министров премьер-министр сказал начальнику штаба Цахала, что ему стоит иногда слушать министров. И, по сути, это высказывание стало такой осторожной поддержкой той жесткой неожиданной критики, с которой столкнулся начальник штаба армии обороны Израиля. Инцидент еще раз продемонстрировал, что сегодня одной из важных задач главы израильского правительства является попытка удержаться у власти в условиях стремительной потери, поддержки и доверия со стороны большинства израильтян. А армия по-прежнему пользуется высоким авторитетом. Более того, военные руководители Израиля признали свою ответственность за события, которые привели к трагедии 7 октября. А вот политическое руководство страны, прежде всего премьер-министр, не спешат брать на себя ответственность. По той простой причине, что Бенемин Нетаньяха не хочет признавать. Именно разобщение в израильском обществе, именно запуск так называемой судебной реформы, что привело к многомесячным демонстрациям противников премьер-министра и его ультраправых сторонников, все это и стало для Хамас определенным триггером. Создало у руководителей террористической организации иллюзию того, что израильское общество, расколотое по столь важным политическим вопросам, останется в таком же разобщенном состоянии, даже в случае, если хамасовцы нанесут по Израилю удар. Кстати говоря, можно ли утверждать, что руководители Хамас были так уж не правы? Да, в первые же дни после нападения мы видели небывалое единство в Израиле, видели создание военного кабинета, в который среди прочих вошел один из руководителей израильской оппозиции генерал Бенни Ганс. А теперь мы наблюдаем, как политики и военные начинают спорить между собой, а лидер другой оппозиционной израильской партии называет правительство Израиля правительством национальной катастрофы. И это, конечно, весьма неприятное определение. И дело даже не в том, насколько оно соответствует истине, а в том, что в момент столь серьезного испытания для израильского государства конфликты между политиками и военными худшее, что можно себе представить, даже если сам глава правительства напрямую не критикует начальника штаба армии обороны. Вся эта история позволяет вспомнить последние сообщения из Киева, в которых журналисты говорили о «возможной ревности», испытываемой президентом Украины Владимиром Зеленским к главокандующему вооруженных сил Валерию Залужину. Сам Зеленский, впрочем, никогда не подтверждал этих публикаций, однако на своей итоговой пресс-конференции сказал, что журналисты не дождутся его совместного селфи с популярным военачальником. Хотя именно такой демонстрации единства между президентом страны и командующим вооруженными силами и ожидает украинское общество в ситуации понимания долгой и тяжелой войны, которая еще предстоит Украине в ее противостоянии с Российской Федерацией. Но, как видим, политическим лидерам очень часто недостает понимание момента и понимание насколько важны вооруженные силы и их руководители для соотечественников в ситуации, когда не политика, а именно вооруженное противостояние определяет выживание государства и его безопасность в настоящем и будущем. И то, что в Израиле буквально через несколько недель после того, как мы обсуждали этот возможный конфликт между политическими и военными мероприятиями Украины, произошел похожий, но уже вполне гласный и подтвержденный конфликт, только напоминает о практической неизбежности подобного противостояния. Спасибо, друзья! Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на каналы в Патреоне и Баймея Кофе, которые помогают развивать эти ресурсы пользу из функции спонсорства в самом YouTube. Мир вам! Спасибо! 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 Спасибо!